26 сентября в подмосковном императорском имении Ильинское Усово пройдет традиционный 10-й Елисаветинский крестный ход. Событие проводится ежегодно по инициативе фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Об истории крестного хода, его маршруте и благотворительной акции «Белый цветок» сегодня расскажет руководитель фонда Анна Витальевна Громова. Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Анна Витальевна, 26 сентября пройдет традиционный Елисаветинский крестный ход, уже 10-й по счету. Расскажите, пожалуйста, как появилась традиция крестного хода и почему он проходит именно здесь, в Подмосковье? Традиция, безусловно, напрямую связана с историей императорского имения Ильинско-Усова. Это особенное явление в нашей жизни, особое наследие императорской России, которым мы очень дорожим, потому что именно это имение выбрал государь императора Александр II для своей супруги, императрицы Марии Александровны, потому что 1865-1864 год – это были непростые годы для царской семьи, потому что они связаны были с трагической потерей в семье. Умер первенец, наследник цесаревич Николай Александрович, в семье его звали Никса. Это был совершенно удивительный молодой человек, и он скоропостижно умирает, его пытаются спасти, увозят его в Ниццу, надеясь на то, что на прогрессирующий костный туберкулез окажет благотворное воздействие климат Ниццы. Но, к сожалению, оправдания не сбылись, и Никса уходит из жизни, держа в своих руках руку своего любимого брата Александра, будущего императора Александра III, и своей нареченной невесты, принцессы Дагмар Датской. Вот, и как бы так, на смертном адре соединились руки будущего императора Александра III, императрицы Марии Федоровны. Так что для нас, конечно, этот год знаменательный, потому что именно здесь императрица Мария Александровна увидела ландшафты, тишину, благодать, спокойствие, умиротворение, которое растворено было в этой чудесной подмосковной природе, излучены реки Москвы, высокий и низкий берег. Все это очень ей напомнило Хеллигенберг, это место в земле Гессен, в Германии, где она выросла. И именно это место внесло успокоение в ее душу. Здесь она растила младших детей, потому что, как мы знаем, в семье было шесть сыновей, была дочь Мария Александровна. И как раз здесь Мария Александровна хотела, чтобы свои первые шаги в православии, свои первые паломничества совершили ее дети. Здесь рос великий князь Сергей Александрович, великая княгиня Мария Александровна, как старшая сестра, и два младших брата, Сергей и Павел. И именно здесь Сергей Александрович впервые посетил Звенигород, познакомился со святынями российской земли. До этого, конечно, он бывал и в Кремле, и в Москве. Москву вся семья очень любила. Вообще семья Александра II, который родился в Николаевском дворце, в Кремле, как мы знаем, для него эта московская земля особенно была дорога. И я хочу сказать, что всю свою жизнь Сергей Александрович сохранял вот эту преданность Москве и особенно любил Подмосковье. Эту любовь он передал своей супруге, потому что на его предложение после венчания в июне 1884 года гессенская принцесса Элла, теперь уже как российская великая княгиня Елизавета Федоровна, после венчания она не отказалась от приглашения своего супруга провести медовый месяц в Ильинском. И так начались несколько прекрасных летних месяцев, которые оставили радостный след в душе Елизаветы Федоровны. Эти воспоминания она всегда хранила, этим местам она всегда была благодарна за то счастье, которое она испытывала в супружестве, но на протяжении более чем 20 лет, потому что иногда в Великой княгине Елизаветы Федоровны воспринимают только в одеянии начальницы Марфо-Маринской обители, что и все представляют ее монашествующей, хотя на самом деле она никогда монашеские обеты не давала, она давала только обеты начальницы обители, руководительницы Марфо-Маринской обители, милосердия. И та легенда, которая потом возникла, что она была пострижена в монашество с именем Алексея, это тоже миф, к сожалению. А то, что когда после ее трагической гибели, во время, когда ее останки отцом Серафимом Кузнецовым переправлялись в Китай сложным путем, потом они оказались в Святой Земле, как мы знаем, но это отдельная история, и в Чите, просто в женском монастыре, ее переоблачили, потому что можете себе представить, что вот у нас близится день 11 октября, день, когда в 18-м году были подняты из шахты останки Алапаевских мучеников, и, конечно же, одежда истлела за эти несколько месяцев, пока они находились в сырой шахте, то есть, безусловно, она нуждалась в том, чтобы ее переоблачили, да, и в Чите, в женском монастыре могли переоблачить только в монашеское, вот, что, собственно говоря, сестры и сделали. Вот, и отсюда произошло такое некоторое заблуждение, да. Но Елизавета Федоровна, тем не менее, хотя не все об этом знают, прожила 20 лет счастливой семейной жизни, у них не было детей с Сергеем Александровичем, ну, в силу разных причин, Елизавета Федоровна была не очень здорова, мы знаем, что в 1908 году она перенесла операцию, по-женски серьезную, а до этого несколько раз лечилась на немецких курортах, во Францинсбаде и так далее, то есть, ну, понятно, что были проблемы, а Сергей Александрович тоже, к сожалению, в 10 лет перенес туберкулез костный, и с тех пор вот эта болезнь прогрессировала, он носил корсет, вот, затылка до копчика, который, в общем-то, ему, ну, трудность, усложнял его жизнь, так скажем, да. Государь Елизавета Федоровна подарила жизнь многим другим детям. Безусловно, да. Вторую жизнь. И главное, что когда жизненные обстоятельства сложились так, что государь-император Николай II принял решение о передаче попечения о детях Павла Александровича и Елизавете и Сергию, то они, которые с самого детства знали детей, и Марию, и ее брата Дмитрия, вот, и опекали их с самого детства, Дмитрия практически с рождения, вот, они эту свою заботу, они пронесли через всю жизнь, и Елизавета Федоровна всегда оставалась лучшей подругой и попечительницей для Дмитрия, для Марии. Так что с этой усадьбой связана огромная часть жизни императорской семьи, и горести, и радости, и, главное, бесконечная любовь и забота о людях, которые их окружали. И вот свидетельство этой заботы, свидетельство этой доброты, милосердия мы будем встречать по всему пути нашего крестного хода. Маршрут крестного хода уникальный, он включает в себя переправу через Москву-реку, вот всем ли паломникам он будет по силам? Ой, вы знаете, там будут самые разные возможности, во-первых, ну, надо сказать, что понтонный мост, он очень надежный, да, но поскольку здесь у реки Москвы сильное течение, то, конечно, его слегка раскачивает, и, ну, паломники, которые не уверены в том, что они смогут преодолеть понтонный мост, для них приготовлены плоты, плоты с моторами, которые надежно переправят их на противоположный берег, так что эта переправа, кроме удовольствия и молитвенной радости, ничего не принесет, никакой опасности, и все это доступно абсолютно для всех. У нас крестный ход вообще наш отличается тем, что он небольшой, да, он благодарственный, он очень такой радостный, ну, каждый крестный ход отчасти покаянный, конечно, да, но наше вот именно это благодарение за прошедшее лето, за прошедший год, и, как бы, такое благословение на начало нового церковного года. Вот сегодня Рождество Пресвятой Богородицы, это первый праздник церковного года, мы сегодня отмечали, и тем самым открывается новый церковный год, то есть открывается новый год, фактически. И вот в течение этого первого месяца, первого нового года мы отправляемся в это путешествие, получая благословение, и обходя с молитвой замечательные земли императорского имения, то есть тоже просим и благодарим Господа, и просим о благоденствии этой земли. Анна Витальевна, какова география участников крестного хода, гостей, из каких регионов России ждете? На 10-й или советский крестный ход? Вы знаете, вообще с каждым годом все больше и больше людей привлекает этот крестный ход, и люди самых разных регионов. Вот у нас в этом году наши коллеги приедут из Калининграда, в этом году участвует Казань, участвует всегда традиционно Лапаевск, у нас всегда калининградская матушка Елизавета приезжает, но в этот раз еще калининградские ученые из Приволжского университета, с которыми мы в этом году вместе изучали тему 300-летия провозглашения России и империи. Вот у нас был очень интересный форум в Перми, Казани и Калининграде. И вот участники этого форума тоже очень заинтересовались нашими местами и приедут обязательно. Наши зарубежные друзья и из Святой Земли, и из Германии, и из Белоруссии приедут на десятилетие фонда 1 ноября, на день рождения Елизаветы Федоровны, потому что сейчас не так-то просто приехать дважды, если раньше можно было и в сентябре приехать, и в ноябре приехать, то сейчас уже возможности ограничены, поэтому наши зарубежные гости готовятся принять участие в торжествах десятилетия фонда. Но мы очень рады тому, что съезжаются все наши Елизаветницы из Подмосковья, дальнего и ближнего, я бы сказала, потому что у нас и Брянск, и Калуга, и все наши практически московские монастыри, да, то есть все наши друзья, все Елизаветинцы опять встретятся во время общей молитвы, во время крестного хода. Анна Витальевна, крестоходцы проследуют мимо исторических зданий в Ильинском и Усово, в которых фондом Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке Министерства культуры России, администрации Одинцовского и Красногорска в городских округов, а также благотворителей, ведется работа по реставрации и музеификации. Что это за здания, и какие музеи в них откроются, когда работы, наконец, будут завершены? Вы знаете, на наше общее счастье дома, связанные с жизнью и благотворительной деятельностью Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича, они находятся не только на территории самой усадьбы, которая, как вы знаете, закрыта для нас. К сожалению, утрачен главный усадебный дом, изменен исторический облик построек, многое очень снесено, но это останется на совести новых владельцев императорского имения. Но в те, как бы, мудрые времена было принято объекты социального служения, так называемые, да, то есть такие объекты, которые предназначены для пользования крестьянами, да, они оставались вне территории усадьбы. На счастье у нас осталось здание школы, прекрасное, в котором сейчас живут учителя Красногорска, да, но оно остается у нас историческим зданием, украшением села Ильенское, а другие здания были заброшены и оказались под угрозой быть, ну, полностью утраченными, да, и поэтому особенно здание родильного приюта, деревянная постройка 1892 года, оно очень нас беспокоило, и нашелся прекрасный благотворитель, очень известный меценат Андрей Бокарев, который взялся помочь в этом деле, и сейчас благодаря его заботе мы имеем практически отреставрированный родильный приют в том первоначальном виде, в котором он был, у него потрясающая территория, там изначально на ней был фонтан, были очень красивые куртины деревьев, клумбы, мы все это хотим возродить, я думаю, что это будет любимое место в селе Ильенское, и для приезжающих гостей, в котором можно будет отдохнуть, мы обязательно сделаем в том же деревянном стиле детскую площадку, чтобы мамочки с детьми могли приходить, и сейчас уже заказываем для этого такого фонтана низкого в стиле века, красивый очень будет фонтан, и в центре будет такой ангел, ангел-младенец такой, такой Путти, такой веселый, веселый ангел, вот, так что мы надеемся, что родильный приют доставит радость ильинцам не только, и всем приезжающим, не только свои экспозиции, которые будут совершенно потрясающие, интересные, она будет посвящена истории родовспоможения и вообще демографическим проблемам, так скажем, в России, в императорской России, в нынешней России, дело в том, что этот родильный приют, который Сергей Александрович построил для крестьян в память греческой принцессы Александра Георгиевны, супруги своего брата Павла Александровича, которая умерла в родах как раз Дмитрия Павловича, не хочется об этом вспоминать, но как бы первое, с чем связывает имя Дмитрия Павловича, это убийство Распутина, хотя он его не убивал, но он был свидетелем, тем не менее, я считаю, этого печального очень события, и, конечно, это замечательное родовспомогательное учреждение, оно послужило людям, потому что в 1968 году оно еще работало, то есть большая часть местного населения родилась как раз в этом родильном приюте, мы очень надеемся на то, что местные жители откликнутся, принесут нам свои фотографии вот со своего крещения в Ленинской церкви, дело в том, что таинство крещения тоже было очень важным, у нас будет отдельная витрина, большая в центре зала, посвященная Елизавете Федоровне и Сергею Александровичу как крестным родителям, потому что они фактически были восприемниками половины села Ильинского, то есть когда младенцы рождались, это все отражено в дневниках Сергея Александровича, он с огромной радостью об этом пишет, что вот после обеда крестили в родильном приюте, там, ну, просто замечательно, радостно, у нас даже есть сертификат, подписанный Елизаветой Федоровной, о крещении, свидетельство о крещении, вот крестильные рубашечки того времени, принадлежности, таинство крещения, ну, в общем, и, конечно, будет очень серьезная научная часть экспозиции, посвященная именно росту народонаселения в России и как было устроено акушерское дело, родовспоможение, повивальные институты под покровительством императорского дома Романовых, будет очень интересно, много новых экспонатов, тем более, что мы очень дружим с медиками, которые с нами поделились старинными инструментами, приспособлениями, которые облегчали женщинам «Появление на свет младенцев». Очень интересная тема. Вот. А от родильного приюта мы плавно переходим к яслям. Просто там был целый комплекс зданий, был приют. Вот все как в жизни. Чуть по отдали были ясли, которые тоже предусмотрительно Сергея Александровича и Елизавета Федоровна построили, а между ними был домик для медсестры, акушерки, врача, ну, в общем, такой комплекс и кухня, да, которая обеспечивала горячим питанием родильный приют и ясли. Но после трагической гибели Сергея Александровича от руки террориста в феврале 1905 года Елизавета Федоровна принимает решение ясли переоборудовать в лазарет. Тем более, что поступили первые раненые русско-японской войны. И Елизавета Федоровна в силу того, что она возглавила в Москве большой такой общемосковский комитет значит, помощи семьям лиц, призванных на войну, и для объединения благотворительной помощи в связи с событиями на Дальнем Востоке, так называемой, да, у нее в Кремле был огромный склад, у нее было 80 госпиталей только в Москве, у нее были свои госпитали в Харбине, в Манчжурии. Ну, в общем, работа была колоссальная, огромная. Она 25 тысяч раненых воинов, которые пребывали эшелонами постоянно из Манчжурии в Москву, она устроила в домах москвичей, она призвала москвичей помочь этим раненым воинам, долечиться, прийти в себя, и уже здоровыми, ну, отчасти здоровыми, потому что многие стали инвалидами в результате войны. В общем, вся эта огромная забота лежала на ней, и у нее было несколько таких раненых, которые нуждались просто и в духовной, психологической, и физической реабилитации. В основном, это были ампутированные, вот, потому что, ну, это было невозможно, потому что, когда семья оказывалась без кормильца, потому что без ноги отец семейства, это скорее обуза, чем помощь семье. И вот у нас замечательная есть история казанца Михаила Волкова, который четыре года практически вот лечился после русско-японской войны, он был ампутирован, и чудесным образом Елизавета Федоровна не только, она же занималась широко протезированием еще, да, не только поставила его на ноги, то есть на протезы, да, но она еще и снабдила его специальными орудиями труда, она подарила ему чулочно-вязальную машину, которая позволила ему обеспечивать свое семейство по возвращению в Казань, он был казанец, вот, он все свое семейство мог прокормить во время гражданской войны, вот, практически до Второй мировой войны семейство, в общем-то, никогда не голодало, он, даже односельчане рассказывали о том, что он построил новый дом, значит, был скотный двор, их соединяла крыша, в общем, на все эти постройки хватило денег, потому что, действительно, вещь эта была очень практическая, востребована односельчанами, с соседних сел приезжали, ну и так далее, то есть Елизавета Федоровна, как и ее святая предшественница, Елизавета Тюрингенская, которая в 12 веке была прославлена в лике святых, родоначальница гессенского рода, она во время неурожаев, во время эпидемий, она старалась обеспечить не продуктами, деньгами, она старалась дать семенной материал, орудие труда, то есть, дать не рыбу, а удочку, да, и вот Елизавета Федоровна как раз такую удочку нашла вот в виде этой чулочно-вязальной машины, обучала сапожному, делала заплетению, ну и так далее, и так далее, чтобы инвалиды, уходя из-под ее опеки, не пропали. Такая социализация, говоря современным языком. Да, 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 и вот лазарет как раз и был этим центром социализации, там было всего 16-20 воинов в разное время, но там больше не поместится, там было просто 20 коек так, и их не только наблюдали и оказывали медицинскую помощь, но вот обучали ремеслам, да, они молились здесь же в Ильинском храме, Елизавета Федоровна как могла их развлекала, она давала им возможность рыбачить на Москве реки, она их туда отвозила, она на лодке их катала по реке Москве. Остались воспоминания Дмитрия Павловича, который тогда был подростком, и он очень обижался на тетушку, говорил, ну вот, тетушка с ними возится, они всю рыбу мне выловят в реке Москве, в общем, очень ревновал к воинам, ну, потому что очень любил свою тетушку, очень любил Сергея Александровича, для детей, конечно, страшная потеря была, когда Сергея Александровича не стало, потому что он любил их, ну, всей душой, всем сердцем, со всей нежностью, на которую он был способен, он вот относился и к Дмитрию, и к Марии, вот, так что, чудесные традиции, милосердия, помощи, и такой, ну, как бы разумный, да, не просто сентиментальный, не просто на словах, а практической помощи ближнему, нам являет как раз вот наш лазарет, и мы обязательно расскажем об этом в экспозиции, это будет интересно, будут мастер-классы на чулочно-вязальной машине, в общем, это будет просто, я считаю, очень востребованно, интересно и развлекательно даже для наших гостей, и третий музей у нас в Усово, мимо Усовской школы мы тоже будем проходить, это вообще вот, ну, просто яркое свидетельство благотворительности императрицы Марии Александровны, потому что она просто в 1873 году, увидев общее состояние образования в Усово-Ильинском, она дала свои 200 рублей наличных денег, и на них построили вот этот флигель, в котором потом была школа, и школа, и она оставалась буквально вот до последнего времени, пока коммуникации не полопались, которые уже просто расселись от времени, да, и стало понятно, что менять коммуникации, значит, просто сносить здание, ну, и так далее, да, то есть проще оказалось все это подреставрировать, подремонтировать и отдать это под музей, потому что для такого долговременного пребывания детей это знание уже не годилось историческое, ну, мы-то, конечно, очень рады, потому что это дало нам возможность заложить в музей материнства и младенчества, у нас уже огромное количество экспонатов, интереснейших, посвященные истории народного просвещения в императорской России, преемственности советской России, императорской России, потому что реформы, которые провел государь императора Николай II, школьная сеть, так называемая, о создании школ в шаговой доступности, она выстрелила уже после революции, потому что ясно, что любая реформа реализуется некоторое количество времени, и вот получилось так, что реформа всеобщего бесплатного образования, она наступила уже не в царствование Николая II, хотя предполагалось, а уже в советский период, да, но в любом случае усилия многих-многих людей, которые организовывали эту реформу, которые основывали эти школы, они не пропали, именно благодаря этому советское образование было, в том числе, одним из самых лучших в мире, вот, и мы будем говорить и о традициях образования и воспитания в великокняжеских семьях, мы будем говорить о статистике народного образования, мы будем говорить о разных видах школ, о земстве, о земских школах, о церковно-приходских школах, о народных училищах, о мариинских гимназиях, ну и так далее, и так далее, то есть это вопросы женского образования, начального образования, в общем, прекрасные темы, которые до сих пор интересуют каждого родителя, и я думаю, детям будет очень забавно, потому что там будут уроки каллиграфии, у нас замечательные, мультяшные такие, мультимедийки всякие интересные, множество всяких викторин можно будет производить, потому что там всякие тачи-скерины такие, на кассе, все, как дети сейчас любят, да, дети любят, будет много интересного, много потрясающих костюмов того времени, будут смоделированы классы, великокняжеская учебная комната, и класс народной школы, ну, в общем, это будет очень познавательно, любопытно, развлекательно, радостно, в общем, я думаю, что этот музей тоже привлечет внимание наших гостей, и все наши и ильинцы, и усовцы тоже с радостью будут там бывать, тем более, что каждый музей предполагает некую аудиторию для просмотра фильмов, для общения, то есть обязательно жизнь музея будет сопровождаться просветительскими мероприятиями, которые будут самыми разными, да, и лекции, и фильмы, и дискуссии, и встречи, и чаепития, в общем, все то, что, я думаю, украсит жизнь наших сел, и Усова, и Ильинского. Ну, то есть, по сути, здесь сформируется такой, говоря современным языком, туристический кластер, который привлечет, наверное, достаточно большое число туристов, тех, кто хочет узнать, углубиться в историю, не просто посмотреть, но еще узнать, да, поскольку будут аудитории, можно будет реактивы учиться. Да, я думаю, что это будет очень интересно, потому что каждому понятно, что человек, пребывающий в какой-то регион, да, он захочет узнать и посетить музеи разной тематики, потому что, конечно, музеи однообразные по теме, они скоро утомят уже туристы, паломника, вот поэтому мы предполагаем еще в здании конторы фермы, это тоже очень интересное историческое здание, если вот Красногорская администрация, которая много очень печется об объектах, в Ильинском помогает и с родильным приютом, и с лазаретом, с ремонтом и реставрацией, вот, если окажут нам поддержку еще в таком деле, чтобы музеифицировать здание конторы фермы, то мы обязательно сделаем музей усадебного хозяйства, музей охоты, да, музей животноводства, мы даже хотим сделать такую небольшую выставку, там в свое время была птицеферма такая, ну, интересная такая тоже была штука, очень модно было в начале века, даже императрица Мария Федоровна в горках присутствовала на выставках птиц, вот, тогда вообще выводили новые породы лошадей, очень коневодство было развито, птицеводство, вообще это страшная, интересная тема, особенно для детей, кто любит, естественно, научные темы, и даже если получится, может быть, сделаем маленький такой, маленький уголок, где дети могут увидеть индюшку там, или какую-нибудь красивую кудрявую козу, или еще кого-нибудь, вот, это не контактный зоопарк, это просто место, где можно будет увидеть животных, с ними познакомиться, пообщаться, вот, так что мы это предполагаем, потом у нас, естественно, что люди, которые приезжают, они захотят в таком прекрасном месте остаться чуть-чуть подольше, а если остаться подольше, то они проголодаются, вот, то нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы было какое-то место, где они могли бы на берегу реки Москвы попить чаю с самоваров, может быть, такую возможность предоставить со временем наш домик для садовых служителей, или вот сервизный домик, ресторан «Царская охота», который был у нас, вот он одним своим фасадом выходит на реку Москву и дает очень большие возможности для такого вот особенно летнего рекреационного отдыха, чаепития, общения и так далее. В таких прекрасных пейзажах одно удовольствие. Да, так что мне кажется, что вот когда комплекс уже будет полностью завершен, да, он предоставит возможность человеку провести полноценных даже несколько дней в Усово-Ильинском, потому что рядом Архангельское, рядом Новый Иерусалим, рядом Звенигород, да, рядом Усово, в конце концов, музейный комплекс, который у нас сложится, здесь всегда есть выставки, да, то есть будет что вот посмотреть в окрестностях. Мне кажется, что это очень хорошее начинание, на самом деле, таких комплексов в России не так уж много, если даже не сказать, что их можно... Под Москвой, мне кажется, однозначно нет. Под Москвой вообще нет, да. То есть мы уже разговаривали с представителями направления Западной Вектора и так далее, да, то есть люди, и ученые, и краеведы, и администрации Одинцовского, Красногорского районов, они давно уже почувствовали необходимость в таком месте, ну вот и Господь нам посылает такую возможность потрудиться, и мы тогда все вместе будем иметь возможность создать такой музейный кластер. Ну, как говорят, без Бога не до порога, да, поэтому мы... Возможности-то у нас есть, да, но вот чтобы все сложилось, конечно, крестоходцы помолятся, да, общая молитва, она вообще творит чудеса, и будем надеяться, что вот такое наше благое намерение, оно исполнится. Анна Витальевна, в рамках Елизаветинского крестного хода впервые в Подмосковье состоится благодоворительная акция «Белый цветок». Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее, кто может принять участие, и куда собранные средства будут направлены. Вообще, акция «Белый цветок» это такое мероприятие, в возрождении которого мы уже участвуем 10 лет. Первое вот наше Елизаветинско-Сергейское общество «Белый цветок» случился в Крыму. Собственно говоря, в 1911 году, после присоединения России к Международной лиге борьбы с туберкулезом, на Ялтинском малу прошел первый благотворительный базар, который позволил собрать более 50 тысяч. Один, второй базар. В результате царская семья, императрица Александра Федоровна с детьми, которые непосредственно принимали сами участие в акции «Белый цветок», императрица стояла за прилавком, дети продавали свои поделки, фотографии семьи с автографом, ну и многие другие предметы. В результате набрали 60 тысяч за эти деньги на своей собственной земле императорская семья в Массандре построила два санатория для туберкулезных больных и для восстановления чинов императорского морского флота. Ну то есть вот такие благотворительные учреждения появились благодаря первым акциям «Белый цветок». Ну это движение ширилось и как раз спустя 100 лет, получается, в 2011 году оно начало потихоньку возрождаться в России и сейчас уже огромное количество городов, да, и регионов участвует в этой акции. Нам удалось участвовать в акции «Белый цветок» в Орле, в Лапаевске, в Екатеринбурге, в Перми, ну в общем много, в Крыму, много очень мест, так что мы имеем большой опыт как участники, да, но мы никогда не были организаторами «Белого цветка» и вот сейчас переживаем такие тревожные минуты и часы, и дни, и недели, вот, потому что нам нужно сделать, чтобы у нас все было очень красиво, но мы просто счастливы, что мы пользуемся мощнейшей поддержкой Красногорской и Одинцовской администрации, все-таки вот помимо нашей традиционной переправы у нас будут потрясающие павильоны для белого цветка, будут живые цветы, что тоже очень важно. Далеко не каждый регион себе может позволить. Обычно это детские поделки, маленькие цветочки из фетра, там, из бумаги и так далее, и так далее, но у нас помимо этого будет еще такая красота природная, осенняя, да, вот белые цветы украсть наш праздник. Собираем средства для тяжелобольных детей Одинцовского, Красногорского района. Три семьи с каждой стороны, то есть всего шесть семей получат эту помощь. Да, это адресная помощь. Семьи эти известны. Их выделили вот из того, как бы, контингента, да, который стоит на очереди, нуждается и так далее. Вот выделила Красногорская администрация, Одинцовская администрация. Вот, а мы со своей стороны попытаемся как можно больше средств собрать и как можно больше, как бы, приятных поводов для вложения денег благотворительных предложить нашим посетителям. Мне очень хочется, чтобы было как можно больше людей. Так что мы просто от всей души, от всего сердца приглашаем всех жителей Подмосковья приехать в этот день. Мы постараемся создать все условия. Будет и полевая кухня, будет и военный оркестр, вот, будет прекрасная акция белый цветок, ну, естественно, все предварит божественная литургия, совместная молитва, будет предоставлен транспорт бесплатный для Ильинского, ну, и так далее. То есть вот все условия, все возможное для комфорта наших паломников и гостей нашего праздника и крестного хода мы приготовили и будем надеяться, что всем будет интересно и радостно. Анна Витальевна, спасибо большое, что ответили на мои вопросы. Уверена, что все пройдет на высшем уровне. По-другому здесь просто быть не может быть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok